О безопасности уже детской говорили и на заседании рабочей группы Народного фронта. Главной темой обсуждения стал вопрос о том, как сделать обучение детей более комфортным и безопасным для здоровья. А именно исключить двухсменные занятия в школах и перегрузку наполняемости в учебных классах. Почему родители и общественники забили тревогу и какие пути решения были найдены на заседании в следующем репортаже. Родители российских учеников обратились к президенту с просьбой отменить занятия во вторую смену. Владимир Путин в ответ на обращение родителей поручил федеральному собранию рассмотреть вопрос о переходе всех школ на работу в одну смену. Представители власти, общественного движения и руководители образовательных учреждений Ненецкого округа собрались на заседании Народного фронта для решения данной проблемы, актуальной и для нашего округа. На сегодняшний день, если говорить с точки зрения норм Санпина, школы города и некоторые окружные школы переполнены. Данные все есть сколько у нас по округу, по полярному району, да? Да, если мы, у нас там в основном это пять школ. Индиго, есть нижняя пёша, хоревер, ну в этом году хоревер в одну смену. Мы, по-моему, да, помещаемся, уплотняемся. И красная. Красная будет две смены, если пока не сдадим вторую школу новую. Как только сдается школа, то, естественно, второй смены не будет. Чтобы не было второй смены в городских школах, Народный фронт взял на контроль исполнение проекта здания школы номер 3 по улице Авиаторов и готовности к первому сентября школы посёлка Искателей. Первый сентябрь всё-таки вчера я встречалась с главой Заполярного района Михеевым Алексеем Леонидовичем. И на совещании прозвучало, что строительные работы будут в середине августа давно выполнены. Нужно начинить школу оборудованием, то есть выполнить те необходимые ряд мероприятий для того, чтобы органы надзора разрешили в этом новом здании проводить учебный процесс. И в городе, видимо, будут какие-то принятые грамотно-управленческие решения. Это, прежде всего, по наполняемости здания школы-интернат. Рассматривают как здание школы-интернат для превращения в учебный корпус. На следующем заседании планируется сформировать дорожную карту выполнения поручений Путина, все задачи которой будут решены в срок до 2020 года. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, Телеканал «Север».